Это день, когда нам надлежит с великой радостью праздновать его день рождения. Что за рождение, что за жизнь он должен был пройти. Никто не захотел бы прожить такую. Но нам необходимо понимать ее смысл. Погоня ради удовлетворения своей жадности – это безумие. Жадности нет конца. Жадные люди остаются такими постоянно. Они просят денег, просят этого, просят того. Почему бы не посмотреть, чего хотят другие? Ведь мы пребываем в коллективном сознании. Мы должны понимать, чего эти люди хотят, что мы можем сделать для них. Я знаю, что это очень сложно в современное время, когда нас постоянно преследует вся эта реклама. Но мы сахаджа-йоги. Мы должны быть нормальными людьми. Мы должны ясно это видеть. Видеть это так, как это видят святые. И стараться искоренять эти беды благодаря своим особым силам. Сегодня день великой радости для меня и для всех вас. И в то же самое время я вижу жизнь Христа, которая была такой короткой, которая была такой несчастной. Не из-за бедности, нет. Из-за ненависти, из-за мучений, через которые он должен был пройти. Но он не был против бедности. Он не пытался сделать что-то ради ее устранения. Что его действительно огорчало? Это то, как все было неправильно. И как угнетены были люди. И он взвалил всю эту тяжкую ношу страданий на себя, чтобы решить эту проблему. Он создал христианство. Но чем занимаются христиане? Бессмыслицей. Просто бессмыслицей. В этом нет смысла. Это лишает смысла жизни Христа. И это лишает смысла богатства его великой работы. Поэтому, когда мы празднуем его день рождения, мы также должны праздновать его качество самопожертвования, его способность любить. Сахаджа-йоги стали очень хорошими людьми, очень любящими людьми. В этом нет сомнений. Но я думаю, что жадность все еще до конца не изжита. Что ей еще не пришел конец. Я должна сказать, что видела таких плохих людей. Скажем, в Америке есть люди, стоящие во главе организаций, корпораций, которые столь богаты, что у них по 25 самолетов и свыше 50 автомобилей. Как они собираются ездить на этих 50 автомобилях? Как это можно физически осуществить? Одна нога в одном автомобиле, а вторая в другом? Но они обладают ими. Все это безумие. Им нечего сказать по этому поводу. Но сейчас у многих из них все это конфискуется. Что прикажете делать со всеми такого рода людьми? Разве это не безумие иметь 25 самолетов и свыше 50 автомобилей? И они очень высокого мнения о себе, будучи столь глупыми людьми. Когда они умрут, все это пропадет. Америка это такая странная страна. Люди борются там ради чего-то непонятного, хотя и прекрасно понимают, куда они заходят из-за своей жадности. Был случай, когда одна очень молодая девушка вышла замуж за очень-очень старого мужчину. Очень старого. А когда этот старик умер, по завещанию все его деньги отошли к этой молодой женщине. Но тут появился его сын, который выдвинул иск, в котором он претендовал на частное следствие, как его родной сын. Она получила миллиарды, но не хотела лишаться даже части их. Она оправдывалась в суде, «Я так много сделала для него, ведь он был таким пожилым человеком. Я столь многим пожертвовал и это, и то». Люди просто утратили чувство стыда. Им не стыдно требовать денег и денег и денег ради своего комфорта, комфорта и еще раз комфорта. Понять людей чрезвычайно трудно. Они способны на любые крайности. Они не умеют жертвовать. Я была свидетелем тому, как Гандиджи призывал людей жертвовать. И все женщины отдали свои украшения. Они отдавали свои жизни. Они попадали в тюрьмы. Они шли на все, что угодно ради достижения независимости. И какую же независимость они получили? Немедленно все головорезы получили руководящие посты. Все воры получили кресло начальников. Что можно сказать о такой стране, где все великое и благородное растрачивается попусту? Спросите себя, был ли я благородным человеком? проявлял ли я великодушие? Старался ли я помогать другим людям? Из жизни Христа мы узнаем, что он жил в нищете. Он был царем царей, но охотно жил в бедности. И делал все ради людей, которые были греховными, которые были в беде. Делал так много. Один человек. Сейчас же вас так много. Так много. Вы все должны делать что-то. Не живите так, как это делают главы этих корпораций. Старайтесь прийти к пониманию того, что вам необходимо жертвовать частью своих заработков, частью своей роскоши ради своей страны, потому что вы сахаджа-йоги. Вы необычные люди. Вы получили свою реализацию. дарят что же вы делаете? Требуете ли вы у всех людей денег? Или же вы даете всем людям любовь? Позвольте мне слушать рассказы о том, как сахаджа-йоги дарят свою любовь и сострадание. Простите, что в день его рождения я вынуждена говорить о вашей жизни, которая была до сахаджа-йоги весьма и весьма мучительной. Нам необходимо понять, что такая славная личность, такой великий сахаджа-йог должен был пройти через так много проблем в своей жизни. А его собственные ученики доставляли ему беспокойство. Его собственные ученики пытались обмануть его. У меня также есть такого рода опыт сахаджа-йогами, которые, получив все сполна сахаджа-йоги, пытались беспокоить меня, пытались зарабатывать на мне деньги. Их знают все. У них такая плохая система ценностей, что язык не поворачивается называть их реализованными душами. Итак, нам необходимо размышлять о том, в чем мы можем помочь другим людям, что мы можем сделать для других людей. Это то, чему следует научиться из жизни Христа. Я родилась в христианской семье. И что я обнаружила, пребывая в христианской среде? То, что они были исключительно злыми, грязными людьми. Они замышляли интриги против друг друга и были весьма ориентированными на деньги. Когда мой отец попал в тюрьму, нас вышвырнули из церкви. Разве это грех любить свою страну? Но они сделали это. А когда он вернулся и стал мэром Нагпура, они стали его самыми великими приверженцами, стали устраивать процессии в его поддержку. Мой отец просто улыбался, глядя на все это, и говорил, посмотри-ка на этих глупых людей. Это полнейшая глупость. И такого рода жадность и такого рода глупость необходимо прекратить. Они бегают за деньгами, они бегают за высоким положением, некоторые из них бегают также за какими-то очень плохими вещами. Не сахаджа-йоги, конечно. Но даже среди сахаджа-йогов я нахожу людей, которые весьма ориентированы на деньги, которые зарабатывают деньги даже на сахаджа-йоге. Я такой бесполезный человек, я не понимаю денег, поэтому они могут дурачить меня. Хорошо, не имеет значения. Они годами дурачили меня. Ничего страшного. Зачем мне деньги? В чем тут беда? Здесь беда в том, что если вы не очень осторожны, если вы не очень ориентированы на деньги, другие могут ограбить вас. Я сказала, пусть грабят, пусть делают, что хотят. Но я не могу выработать у себя такой характер, благодаря которому я смогла бы преследовать людей из-за денег. Не могу. Я принимаю те счета, которые вы предоставляете мне. Я принимаю то, в чем вы меня уверяете. Я знаю, что это грех, что это плохо. Если вы не понимаете этого, тогда я ничем не могу вам помочь. все такого рода будут уничтожены. Я знаю это. Но что тут поделаешь, если сами они не понимают этого, делают деньги на сахаджа-йоги. Можете ли вы представить себе это? Это так глупо. Но тем не менее это очень распространено. Это очень плохо. плохо. Я хочу, чтобы все вы стали выше денег, выше всех этих мирских вещей. И вы никогда не будете голодать. У вас никогда не будет проблем. Но не впутывайтесь в такого рода бессмысленные вещи. Это божественная работа. И вы не должны делать на ней деньги. Никоим образом. Так что нам следует многому научиться на примере великой жизни Христа, который был рожден очень скромным человеком и совершил такие великие дела. Он старался сделать лучше нашей агии. И даже сейчас, если вы будете думать о нем, ваша агия будет в порядке. С ее проблемами будет покончена. Я знаю, что среди сахаджи йоков также есть очень напористые люди, которые постоянно проталкивают себя вперед. Ради чего это делать? Чего вы хотите? Они постоянно кем-то помыкают, как все остальные глупые люди. Поэтому, чтобы испытывать это удовлетворение внутри себя, такое, которое испытывал Христос, вы должны медитировать, интроспектировать и выяснять, удовлетворены ли вы. Вы должны быть очень довольны своей жизнью. В противном случае вам незачем приходить в сахаджи йогу, незачем получать свою самореализацию. Я благословляю вас от всего моего сердца на то, чтобы вы приняли этот характер Христа как образец для подражания и понимали проблемы этого мира. Чтобы проблемы всего этого мира вы воспринимали как свои собственные. Да благословит вас Бог!